Утерянные башни храма, святилище Мисон. Они исповедовали индуизм и испытали сильное влияние своего традиционного торгового партнера Индии. Сменявшие друг друга правители царства Чампа, построили здесь свыше 70 башен. Здесь цари говорили с Богом и возносили молитвы. Когда-то здесь стояла статуя Шивы, ныне хранящаяся в музее. Она имеет облик царя, так монарх и Бог делались едиными. Это священный Бог Нандин, охраняющий святилище. А эта часть пострадала от пуль во время Вьетнамской войны. Мисон стала местом сражения и подверглась воздушным бомбардировкам. Во время воздушного налета в августе 1969 года были разрушены многие башни. Это была самая высокая из них – 28 метров. Прежде чем сюда была направлена группа ученых, пришлось провести разминирование, во время которого 9 человек погибли, а 11 получили ранения. С тех пор прошло 30 лет. Башни на этом объекте наследия были украшены многочисленными скульптурами. Это скульптура женщины, названная «Молящаяся», одна из немногих сохранившихся. Скульптурное изображение помогает нам понять, как тогда жили люди. Вот, например, сцена, изображающая сеанс массажа. Царство Чампа было основано народом Чам, пришедшим сюда из Индонезии. Эти люди любят музыку и танец. Вот потомки жителей царства Чампа исполняют мелодию под названием «Деревенский праздник». Древние памятники разрушает не только война, их злейший враг – это время. Важно, чтобы ныне живущие попытались сохранить древнюю историю, а не предали ее забвению. «Деревенский праздник» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова